Рыльцы в пушку. Польша проглотила антисемитскую свинью от Путина. Алексей Ильяшевич на rubaltic.ru за 30 декабря 2019 года. Реакция официальной Варшавы на жесткие высказывания президента РФ Владимира Путина о роли Польши в развязывании Второй мировой войны оказались на удивление вялой. Отвечать пришлось в основном журналистам, которых наезд российского лидера не столько возмутил, сколько напугал. Политики, очевидно, тоже не желают ввязываться в исторические баталии с Путиным. Польский нарратив больше походит на попытку отмахнуться от неудобной темы и ответить таким образом, чтобы избежать новых обвинений в антисемитизме и шашнях с Гитлером. Казалось бы, в польском истеблишменте наезды президента России должны были вызвать бурю негодования. Хозяин Кремля не просто уличил руководство Второй Речи Посполитой в поддержке нацистского режима, а говорил об этом целую неделю на разных мероприятиях. И то, что у Путина сложилось неправильное представление о причинах начала Второй мировой войны, это еще полбеды. Но ведь он свою позицию внушает лидерам других стран. На саммите СНГ часовую историческую лекцию в его исполнении прослушали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие небезызвестные персоны. Самое время принять решительные меры, направленные на защиту чести и достоинства польской нации, которых мы до сих пор не наблюдаем. В крайне неловкую ситуацию Путин поставил Варшаву, когда назвал посла Польши, нацистской Германии Юзефа Липского, сволочью, антисемитской свиньей. Некоторые провластные историки принялись защищать нашего хорошего дипломата, как выразился представитель Польского института национальной памяти Славомир Ценкевич. Но официальные спикеры оправдывать Липского не торопятся, оно и понятно. Слишком велик риск нарваться на возмущение еврейских организаций, с которыми у Варшавы и так сложились непростые отношения. Шумиха вокруг выступления Путина понемногу утихает, и сегодня можно констатировать, что Польша решила дать формальный ответ на этот исторический выпад. О замешательстве поляков красноречиво говорит тот факт, что реакция их Министерства иностранных дел на заявление президента России, сделанной в ходе недавней пресс-конференции, последовала с опозданием на двое суток. На выходе получился довольно сухой и сдержанный текст, в котором российскую сторону не обвиняют, а скорее мягко упрекают в использовании пропагандистских сообщений сталинской тоталитарной эпохи. Заканчивается все на мажорной ноте. Звучит предложение возобновить работу польско-российской группы по сложным вопросам. В общем, президенту России ответили предельно уважительно, стараясь ничем его не задеть. О подлинных причинах начала Второй мировой войны в контексте заявлений Путина порассуждал уже упомянутый Институт национальной памяти Польши. Тезисы те же, что и у МИД. Польша до последнего старалась сохранить нейтралитет, находясь между двумя тоталитарными государствами, которые в итоге ее расчленили. Будто и не было мюнхенского сговора, в котором поучаствовали меролюбивые потомки шляхтичей. Это, кстати, тоже характерная деталь. Слова Путина о разделе Чехословакии в Польше не комментируются от слова совсем. Хотя это кровоугольный камень обвинений в адрес руководства Второй речи Посполитой. По словам российского президента на Мюнхенской конференции 1938 года, где венгры и поляки не присутствовали, выразителем их интересов выступал лично фюрер. Разве можно такое оскорбление оставить без ответа? Выясняется, что можно. Как и слова об антисемитской свинье, лучше эту свинью молча проглотить. Если резюмировать, Польша отвечала на выпады президента России исключительно сдержанными заметками Министерства иностранных дел и Института национальной памяти. Самая жесткая мера – вызов в тот же МИД российского посла Сергея Андреева. По словам дипломата, беседа была жесткая, но корректная. При этом в комментарии информагентства ТАСС Андреев отметил, что на оскорбительные утверждения он дал бы адекватный ответ. Выходит, оскорблений не было. Только пару дней назад прорезался голос у польского вице-премьера Ярослава Говина. «Истеричная атака президента Путина на Польшу является проявлением беспомощности, вызванной недавними успехами польской исторической политики, включая резолюцию Европарламента, четко обозначающую германо-советскую агрессию на нашу страну как причину Второй мировой войны», – написал политик в своем блоге. Другие представители правительства молчат. Молчит и президент Анджей Дуда, что выглядит довольно странно. Кому, как ни ему, следовало бы разоблачить кремлевскую пропаганду столь высокого уровня? К тому же 27 декабря в президентском дворце в Варшаве состоялось двухчасовое совещание по поводу высказываний Путина. За два часа можно было накропать достойный ответ, но Дуда предпочел промолчать. «Вспомните, пожалуйста, речь президента, которую он произнес 1 сентября в Варшаве», – пояснил позицию польского лидера, его пресс-секретарь Блажий Спыхальский. Он очень выразительно сказал о том, что Вторую мировую войну начал российско-германский тандем. Если бы не пакт Молодого-Риббентропа, то Вторая мировая война или никогда бы не началась, или не началась бы именно 1 сентября 1939 года. Президент очень выразительно сделал на этом акцент. Оттуда все эти декларации со стороны российских властей. Логичный вопрос. Если Дуда говорил об этом во время мероприятий по случаю годовщины войны, то почему бы не повторить эти тезисы сейчас? Повод весьма подходящий. Даже насущный агрессор вознамерился забрать у Польши статус главной жертвы мировой бойни 1939-1945 годов. А ведь это один из главных столпов польской исторической мифологии. Сам факт проведения совещания в президентском дворце говорит о том, что, к словам Путина, здесь отнеслись более чем серьезно. Почему же Дуда отмалчивается? Возможно, потому что решил руководствоваться русской пословицей «не буди лихо, пока оно тихо»? Пока Путин лишь приоткрыл дверцу шкафа, в котором хранятся скелеты деятелей межвоенной истории Польши. Если Дуда и компания попытаются резко ее захлопнуть, наружу всплывет еще немало интересного. Не случайно президент России подчеркнул, что собирается написать авторскую статью о подоплеке начала Второй мировой войны на основе архивных документов. Пробы пера Путина будут читать по всему миру, в отличие от скучных заявлений польского МИД и Института национальной памяти. Силы, мягко говоря, неравны. Дуда мог записать тревожное обращение к нации, председатель правящей партии Ярослав Качинский мог потребовать Путина извинений. В Сейме могли начать разговоры о разрыве депотношений с Россией. Под зданием посольства РФ могли митинговать разъяренные националисты, но ничего этого мы не наблюдаем. Реакция Варшавы говорит только об одном. Она заинтересована в том, чтобы историческая дискуссия закончилась, так и не начавшись. И это тот редкий случай, когда польское руководство проявляет проблески благоразумия. Алексей Ильяшевич. Рыльцев Пушков. Польша проглотила антисемитскую свинью от Путина.